Всем привет, мои хорошие! Желаю каждому из вас всех благ, всего самого наилучшего! Сегодня не думала, что приеду к маме, но я счастлива, что нашла все-таки время, приехала. Она каждому из вас передает огромный привет, она вас очень-очень любит. И всех поздравляю с наступающим праздником! Малыш, что ты мне опять снимаешь? Поймала меня, да? Видишь, на улице дождь идет, мама целый день, невозможно ничего делать. Я зато готовлю, приготовлю ее и сейчас, раз погодится, буду сажать. Они такие хорошие сорт. Я это из чернушки на это семечки посеяла и вырастила это. А сейчас скоро на земле буду сажать. Если вы посудите ее, как положено, так, вы получите хорошие головки. Вот такое расстояние, например. Если близко, зелень снимаем и вот так оставляем. Потяпаем там вот длинную землю и больше ничего не надо, она идет и будет крупная головка. Если немножко по ряду вы добавляете соль, который мы кушаем дома, тогда уже это еще лучше будет. Витамин она дает, хороший это. А это сортилан. Вот это самый хороший, самый это. А это черный принц. Да. А это черный принц. Это лечебник. И она для салатов хорошо. На салат, когда делают, режут это. И она лечебные, витаминные, очень хорошие вот эти. Короче, надо салить землю чуть-чуть, да? Чтоб головки были крупные. Да, чуть-чуть земле надо сол вот так положить и потом посадить. И она будет крупной, хорошей. Это хитрость. Мама вот так делала всегда. Я это тогда приметила, что это хорошо, и зато делаю я тоже так. Моим девочкам привет передаю. Доступающим 8 марта. Дай бог, чтоб было здоровья. Есть еще белый лук, тоже очень хороший, не жгучий. Очень хороший лучок. По полкилограмма, либо по килограмму, как хотите, кому сколько надо, скажите. Мы все аккуратненько оформим и отправим кому куда надо. Сейчас как раз начинается сезон. Земля потеплеет, снег уберется. И будете сажать и все лето наслаждаться свежим луком. Вот этот сорт именно идет на головке. В крупной головке получите. Как мама говорит, надо землю чуть-чуть подсолить. Потому что соль все равно содержит минералы, витамины. И у вас будут крупные головки. Вот такой вот был обзор. Вот. Так что кому надо, пишите. Я прям мой ватсап мой оставлю. А мама, ты так пела красиво, так хорошо. Можешь продолжить. А что делать, когда я одна, всегда пою. И по-грузински, и по-армянски, и по-русски. Какой язык, а хочешь, я пою песни. Но больше всего мне нравится. Мама, я так люблю, когда ты поешь песни. У тебя очень красивый голос. Я мама по-русски плохо говорю и плохо могу стихи дай-то рассказать. Но по-грузински, если хочешь, я тебе один стихи расскажу. Который 65 лет назад я в школе училась. Хочешь слушать? Давай. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Можешь это долго рассказывать? 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 То, что ты знаешь, то, что ты умеешь, это до самой смерти сопровождает человека. А если ты ничего не знаешь, если ты лентяй, не хочешь в свое время, не хотел в свое время учиться, то ничего у тебя в жизни не получится. Ну, это такие смысловые стихи, переводить очень долго, возможно, она и есть на русском языке, но, к сожалению, нужно будет найти. Ну, в следующий раз я, наверное, мамочку поймаю. Где твои годы, мама, да, школьные годы? Как ты училась, ты вообще училась? Хорошо? Хорошо. Мама закончила школу на золотую медаль. Пошел, бедный. Мама, сейчас бедные, сейчас дети все имеют и учиться не хотят. Вот у тебя внуки есть, внучки есть. Да, внуки мои, Верико, интересует очень. Они по-русски знают хорошо, так хорошо она поет, такой голос имеет хороший. Майя Небеска и моя Вера, Вера, Вероника.